Ну, тренеры, конечно, в этом видео, друзья, не дотягивают до вот парня слева на экране. Это уже точно можно сказать. Ну и третья решающая карта трейн, друзья, конечно, да, накал страстей был просто фантастический на Дасте 2. Из трех чудовищных ситуаций выбралась команда Саймон, и это позволит... Ну и Рамзик, друзья. Рамзик просто забожил реально этот Даст со скаутом. Эх, была не была, ребята. Была не была. Кстати, там все закончилось тем, что Молик не долетел. Если бы он долетел, то Рамзик бы не успевал. Ну и 1.89, 1.84 на третью решающую карту. Коэффициент этого матча выглядит именно так на ГГБТе. Спасибо ГГБТу. И, знаете, если честно, мне мало известно о трейне команда DreamEaters, мало известно о трейне команда Саймон, но подозреваю, что снайперы в деле. Снайперы будут максимально в деле. В студии Тафа и Слэм. Тафа, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Ты что там? Ну и там на Дасте. Надеюсь, DreamEaters там не в шоке после того, что только что они испытали, как они имеют 4 матч-поинта, не закончили игру и уже не празднуют победу, как полчасика. Но да, теперь нужно об этом забыть. Вот, возможно, Зонера не хватило его криков в последних раундах. В команде, честно, кто его знает. А теперь посмотрим. Угрожающих, угрожающих и опасных. А теперь Саймон в защите. И потому что DreamEaters выбирали, какая карта остается между последними двумя. Ну, ёбы, коллективы жаркие КС показали. Это всегда приятно, особенно на ночь глядят, друзья. Сейчас 23.00 будет по Москве, вот через минуту. Всем ещё раз привет. Спасибо, что вы с нами. И давайте насладимся, наконец-таки, третьей решающей картой. Нилан. Пострадал немного. 35 кп. В ответ пытаются сейчас выбить бомбу через маки. Здесь Кеос чётенько наводится. Видит сотку и... Он не знает про парня на Олафе, но убивает сотку. Теперь знает про Олаф. Забирает парня на Олафе. Кинки. Что творит этот парень? Ну и Кинки должен как-то тут, не знаю, против четверых спасать, что ли, эту бомбу, которую он ставил, кстати, на край планта. Пистолетку забирают Саймон. Причём без проблем. И всё это Кеос, друзья, который очень рад, что так ситуация повернулась. Ну вот нотки позитива вижу я на лицах команды. Саймон, видать, готовый. Там Солар просто, там отжог тоже в ответ после пистолетки. Ну а что делать? Битва, битва продолжается. Если пошла такая как бы катка, то терять уже нечего в атаку парня. Тренеры нормально тут раздают в этом матче. Ну и теперь уже, да, вот после того, что пережили Саймона на Дасте, если честно, они просто обязаны здесь выиграть. Вот после такого вы реально вы обязаны вытаскивать и дожимать. Но так ли это или нет, сейчас нам покажет игра команды Dream Eaters. Защита команды Саймон в первой половине. Ну посмотрим, начинается всё печально для атаки. Это значит, что у Рамзика, возможно, почаще будет Ави к руках. Если первооружейный не выиграют Саймона вообще, точнее, Dream Eaters, и всё пойдёт там 5-0, 4-0, то это вообще будет всё очень круто для Саймона. Ну а пока у Dream Eaters простой план, как можно быстрее реализовать этот дым и флешку, но парни не торопятся. Возможно, планируют уже следующий раунд, а возможно, просто хотят ударить на установку бомбы по деньгам. У них, кстати, ситуация будет очень комфортная. Так что лишь вопрос времени. Победа в этом раунде. Так, Форестер аккуратно уходит через туалеты к сотке. Очень медленную перетяжку организовали парни из Dream Eaters. Ну и защита никуда не дёрнулась. Опять же, 2 на B, 3 на классическая расстановка. Так, Нилан играет в верхнизе, у него формилка. Ну, здесь всё круто. И остальные игроки не пострадали. Тут даже и бомбу донести будет до Плантак очень трудно. Да, ещё и Кеос сразу развернётся, будет из-за красного убивать зелень. И у него будет отличная возможность сыграть под Нилан, уйти за красный. Короче, всё в руках команды Саймона в этом раунде. Что может здесь пойти не так, я даже не знаю. Так, ну что там Dream Eaters? Пробираются по девре зелени. Медленно. Сейчас уже время раунда так закончится таким темпом. 25 секунд. Пошёл дым, флэш, пошёл выход. Сотка закрывает самоком Кеоса. Кеос разворачивается. Уже принимает свято. Торик впилил, да. И буквально, не знаю, бой с тенью какой-то. Бесконтактная перестрелка была здесь у ребят из команды Dream Eaters. Двоих похоронили, ну и двоих последних забрали при выходе со старого Плента. Первый оружейный раунд. Посмотрим, что покажут. Это уже какой-то план на чемпионат. Я вижу, знаешь, у команды Саймон Гейминг. Они проигрывают первую карту, потом испытывают стресс, каким-то чудом тащат. Они в шаге от вылета, ну вот реально в шаге от поражения были. То есть там буквально... Четыре раза. Да, да. И я не знаю там, где все силы Рамзик находят, чтобы тащить. Вообще не тащибельный, неиграбельный просто раунд, неиграбельный эпизод. Но он это сделал. Он это сделал. И сейчас, конечно, знаешь, с каким облегчением Саймон могут здесь реально... На таком специфическом фане с долей серьезности покатать эту карту. Выход сотки, Свят. Просто шикарная наводочка. Сразу двоих вырубает, дым, зелень. И вот минус фан уже для Саймона. Подымает прицел. Да, ну хорошо раздамажил Нилана. 19 кп остается до работы. Нилан еще может сейчас сыграть под флеш. Мы должны на Олаф накинуть. А тут такое пространство, что игрок Салаша просто зажимает кнопку и все. Тут Рамзик хорош. Еле-еле. Это как раз на Нилана забатился кирки. Да-да-да, еле-еле душа в теле. Но Нилана нашли, знают о Рамзике. И гранаты позволяют сейчас эффективно использовать занятия точки. Но Рамзик тут еще может подловить, как и Перфекто. Но Перфекто очень опасный АИМ, поэтому... Ой, его заметил Крат. Это суперинфа для атаки сейчас. Да, Форестер уже вышел на базу B. И здесь без перетяжки Крат забирает Перфекто. Бомба ушла. Ну и Рамзик последний. Ну в этом раунде точно он не сделает ничего имбового, как это было на Дасте 2. Не, ну если убьет Крада, то, конечно, все равно, пока дойдет до плента, это будет очень долго. Он уже понимает, что бомба выносится на другой плент. Она уже установлена. Да, и он все, уходит на сейв. Даже не попытается Рамзик сейчас протащить. 1-2. Дримутер сразу же отвечает. Но нас ждет, кстати, Торик 50. Нас ждет продолжение фотного Даста 2. Вот что нас ждет. Это точно. Это точно. Все, Total больше тогда уже. Наверное, Total больше. Запускаем червя-работяги. Всем огромный привет тем, кто в чате на Твиче вдвойне. Привет. Если шопотцы на месте, вам тоже привет, респект и все такое. Так, ну Дримутерс молодцы, конечно, со старта немножечко сбили экономики Саймона, но дело сделано только наполовину. Нужно еще один раунд сейчас протащить. Все-таки тут сейв Авика, дроп от Рамзика Торику, остальные... А тут надо, кстати, еще подумать. Тут, тут... Ой-ой-ой. Работяги в чате пишут. Запускайте зонера. Зонера? Да, запустите, подождите. Да нет, я думаю, он эту карту уже будет... Поспокойнее? Поспокойнее, да. Все-таки команда Саймон, я уверен, поразила его победный дух. Криков и всего остального. Так, Спидак, Свят. Нет, Спидак сыграет в доме. Я думал, это сотка. И Кинки бежит один играть на зелень. Один сотка и все остальные дом. Ну, достаточно такая... Бесторопливых действий атака. Байт сетап разыгрывает защиту на нижнем, на Б-низе. Но вот номер... Я не помню, так, кто это, кто это... Это Нилон что-то был? Да, это был номер 6, это был Нилон. Он не запущил с верхнего, но, опять же, этого не потребовалось. И преимущество было реализовано. Так, Свят отыграл. Все-таки одного игрока из сотки. Но подозреватель, что и второй есть. Не, он знает, он знает, что там сейчас есть Киос. Опять же, по нему была инфа, ждет Кинки. Он одного забрал на апдауне, да, и до конца ждет. Увидел ножки, хорош. Свят минус Киос. Зелень также контролит Рамзика. Здесь вообще должна быть идеальная стрельба, но Рамзик все-таки перевозит. Перестрелял, да, перевелся. 13% здоровья осталось после этого. Но Нилон играет в нычке в аппланете, ну, то есть он спрятался. И, возможно, сейчас этого парня не ожидают увидеть. Но Свят настолько внимателен, что... А Нилон как раз у три позиции сразу пытался контролить. Три вообще чудовищных хедшота устроил Свят. Ну что, Рамзик? Да, надо еще поработать, дружище. Увы, сейчас, ну, видимо, все будет очень сложно. Хотя, подожди, если будет сейчас не прикрывать Свят. Так, сам не попадает, но это все. Дергает с ВП, но тут уже его обошли. Не отпускает, не отпускает крат. А вот и Зонер запускает Зонера, друзья. Умничка говорит Святу. Уже немного осторожней. Да, Вайде, что это такое? Что это было? Что это за крат? Рука сломалась просто. Вот он, первый. И вернулся контролить апдаун. Вот этот минус очень жесткий, да, то, что по ногам задетектил. Ну и здесь, несомненно, несомненно жестко по таймингу сыграл. Да, Нилан не давал. Но Нилан знал, Нилан знал, что придется драться против Зеленого. Он просто испугался. Он смотрел зелень между и... Он испугался, что просто Челик выйдет за Электрик. В итоге развернется и пойдет именно туда. Поэтому перестраивался. Но вот Челик его с Зеленого все-таки застал врасплох. Ну и раунд, который как бы сейчас проигрывать вообще нельзя, начинается для парней из команды Dreamweaters максимальность негативных ноток. Теряют они крада. Но опять же, если что, если теряют крада, то у них тут был план быстро пройти зелень. В общем-то он прошел. Теперь посмотрим, как дальше будет действовать команда. Посмотрите, что творит защита. Она там уже в сотке. Что? Да там никого. Отчета ноль реакций здесь, да, на зелень. Торик уже своих ждет. Парни уже зелень смотрят. Понимаешь, что надо проверить старый план. Там два в Рыспе уже. Опс, увидел бомбу. Ну и там уже бомба Б просто сейчас будет идти. Причем особо сильно здесь... А бомба может и на А вернуться. Они могут просто, да, постоять по контролю. Защита в любом случае полезет, собирать информацию. И на этом можно, в принципе, сделать этот раунд. Но вот растягиваться тоже по линии нельзя. Да, но и выйти на базу Б будет, может быть, не в одночасье. Но более-менее правильным решением так Свято оформили. Все, пошли уже ребята на Б. Но там уже МПшка зашла, МАК-10. Думаю, проверят. Так, там за попом, да, первая линия Перфекто. Сейчас должен спину еще просмотреть на всякий случай здесь. Ну, должен доработать. Второго хотя бы. Ай, третьего. Кулечка. Нет, третьего не получается. 2-2. В пункте прячется Перфекто. Пистолет. Это Зевс, но это дерзость, за которую он был наказан. А почему не с пистолета? Непонятно. Ну, видимо, хотел на верочку сразу задушить. Так, Нилан пощекотал Спидака. Но Спидак спокойненько ушел на первую линию. И... Все, Зевс тут остался. Дыма нет, диффузов нет. Пушки, тащить бы что-нибудь. Ой, не дочекал, не дочекал. Сейчас бы диффуз киты. Он идет его врезать. А, нет, он сверху. Оп, увы. Какая встреча, ребята. Как красиво. Пятерочки от Зонера. 3-2. Так, работают серьезно пока что Dream Eaters. Парни за атаку взялись плотно. Серия раундов продолжается. Смотрим за тем, что будет сейчас от защиты. Ну что же, АВП есть в руках Рамзика. Тремки. Перфекто 4-100. И это Юмпик со всеми гранатами, диффузами. И касочка также заходит с бронежилетом. 0-1-3. Перфекто пока без фрагов. Кстати, за 5 раундов пора бы уже вроде бы и поубивать. Но, знаете, и сейчас Юмпик достался из тяжелой экономики. И за количество флешек здесь защита просто не успевает занять комфортные позиции. Максимальную дезориентацию получили ребята из команды Саймон. И напряжение для них продолжает расти. Рамзик пытался пропикнуть за зеленым. Но игроки нападения не позволили себе вот этой агрессии. Видимо, у них план поконтролить линию. Непонятная история у них сейчас с зеленью. Максимально непонятная тут Торик. Обновили смачок. Все хорошо. Торик все-таки будет давать флешку. А кто... А куда давать? Некому. Не будет давать флешку. Да, он дождется. Перфекто со старого планта. Молик в зубы. Ну, в зубах никого. Или есть. Кинки там чуть подгорел. Тут некому выйти. А, Кинки вообще на тормозе стоит. Ой, ну... Тут, конечно, все зелень пойдут. Ну, что... Прикрытием Рамзик. Хорошо, Рамзик кого-то щетит. Знаешь, тут придется сейвить, если сейчас ничего не получится вот с этой подсадкой. А уже и так времени мало. А Свят услышал. За второго забирает. Дальше Рамзик делает свои минусы. Ну, за ним можно бежать. Все, все, все. Он убегает на зелень. Полетит. Свят рисковать. Ох, Рамзик не наказал. А теперь могут и не отпустить. Давай второй подойди. Просто уведи прицел и забейте его. Вот что идет. Свят срез. У него режут. Режут сверху. Какой грязный номер от Свята. Тихо. Зонер из слова. Давай. Давай. Режем. Режем. Боже, Рамзика просто. Рамзика просто пустили. Не, ну. Вот такой нож. Это жесть. Он просто на него запрыгнул. Начал его просто тыкать. Колоть. Это какой-то тихий. Не, это даже не тихий убийца. Это беспардонный убийца. Так. И что-то, если честно, третья карта из таких двух напряженных превращается пока что в какой-то врыв парад из сотки от команды Dream Eaters. И пора это останавливать. Саймон уже со следующего раунда. Пора возвращаться и показывать свою оборону. Ну, и так шутки шутками тут уже могут и не дать собраться дальше. Ну, да. Dream Eaters явно расстроены результатом первой, ой, второй карты. И очень настроенно вышли на трейн. Реально. Я переживал, что, знаешь, там есть еще ребята там не самые опытные. Опять же, вот, знаешь, сторона атаки здесь будет определяющей. И непонятно, что там у Саймона. Какой туз еще есть в рукаве для карты The Train. Да. Саймон, вот самое главное, это им быстренько попасть вот в стрессовую ситуацию. Там какой-нибудь счет 7-2, и потом парни каким-то опять тоже образом начнут тащить. Как это делали два раза до этого Dream Eaters. Ну, не до конца на Дасте. Ой, Нила. Куда лезем? Куда лезем? Куда лезем? Куда бежим? Куда бежим? Куда лезем? Ты что, зачем ты лезешь? Ой, а тут парни вообще... Своего не убил? Нет. Ну, Chaos Minus сделал, да. И после этого Размен знают за пунктом, знают про X. А на X, а на X, Свет, обратил внимание, но поздно. Есть инфа. И два в два ситуация. Два в два ситуация. В смоу к Рамзе хорошо тут пропечатал. Но решили незачем перетягиваться тут пистолеты, отдавать там девайсы, сейчас дать кому-то подобрать. Нет. Спидак прикрывает, Кинки убивает. Проверяют за пунктом. Молотов коннектор. Все, есть по одному 100% информация. Ну и перфект. С деглом против Кинки. Нет, хедшот не будет. Установка бомбы. И Рамзик вновь играет один в два. Ну, действовать придется первым. Придется быстро, да. Чуть не сказал первому, он один остался. Ну и пока Зонер говорит, давай. Это классическое поведение. 5-2. Девайсы. В руках Саймон. АВП Рамзику. 4 М-ки. Чтобы по гранатам все лучше и лучше ситуация. Так, перфект. И пора начать убивать. Вчера он просто идеально играл. Там концовка просто неимоверной фраги выдавал перфекту. Но сейчас пока что не совсем хорошо идет игра для этого парня. На третьей решающей карте в матче. Дримитер Саймон. Опять же напоминаем, проигравший не вылетает. Он будет играть. Сорвался первый выстрел. Но со второго раза Рамзик сделал все круто. Да, он будет играть. Извиняюсь. Команды Спирит завтра. В эпизод. Ну а Спирит это очень опасный соперник. Особенно если касаться там последнего игрового дня. Короче, в любом случае будет еще плей-ин. Но понятно, что никто не хочет в плей-ин. Все хотят. Не, ну уж лучше в плей-ин, чем на четвертое место. Понятное дело. Это да. Это да. Поэтому вот завтра уже проигравший может вылететь в чемпионат этой пары. Либо обыграть Спирит. Это уже судите сами, друзья. Об этом завтра уже поговорим. Рамзик занимает верхнюю. Ловит флешку. И вот такая вот печальная артиллерия от Рамзика. Вот это уже, конечно, все. Нет. Справляется с крадом. В последний момент спасает себя Рамзик. И все еще меньшинство у атаки. Есть поджим со спины. Два игрока пушат первую и вторую линии. Торик все проверяет. Свят. Установил бомбу. Нет, там все. Там все. Тут раунд должен выбиваться ребятами из команды. Ну Торик сейчас посмотрим. А, он не умирает. Он убивает. Да, все четко. Ну Рамзика зато. Подожди, есть Молотов. Что по гранатам? Ну Молотов выигрывает время. Но там, по-моему, и дым остался. Там дым остался. Времени много. Короче, было все у ребят из Саймона, чтобы взять этот раунд. А вот Дримитрос не хватило чуть-чуть тактического маневра. И не хватило стрельбы против Рамзика. Если бы его забирали, то все было бы очень жестко. Вот реально бы этот фраг все решал. Минус Рамзик. Игрок атаки в поджиме. Торик, соответственно, не поджимает. То есть, больше пространства, больше людей. И, действительно, Рамзик, конечно, и себя спас, и команду этим выстрелом. Ну и дальше, конечно, тематы шикарно доиграли. 5-3. И пытаются вернуться быстро в игру Саймон. Немножечко получается, но денег по-прежнему очень мало. У атаки есть запасы. Придется их потратить. И, да, там, опять же, такой вот запас уже сомнительный остается. Ну, у снайпера 3-750. Кинки 2. Так, смотрим, что займет Кеос. Это верх-низ. Для него это стандартно. Прикрытия нет, но четверкой на расположилась защита. Один человек на Б. Позиция у него весьма опасная. Но он решил там не играть первую линию. Что-то передумал. Видимо, хотел занять на контакте. Не, Перфект решил, что на катухах он в соло не будет стоять. Вот нужно все-таки хоть какой-то шанс. В общем, как грамотно Кеос потушил. Он понял то, что будут против него занимать. Но флешка... Флешка это не Молотов. Ее не потушишь. Нилон в блайнде. Второго уносят на базе. А сейчас игроки нападения. И очень... И очень тонкий момент для Торика, где надо было реально упасть и выжить. Но вот теперь, да, то, что ты называешь провал. Не, погоди, еще Перфект остался. Тут красный, да. Можно пособирать. Нет, нет. Да что ж такое, да? Как же ж, да, вот... Прицел уходил от этих красных. На карту-то смотришь и видишь, что мог он здесь двоих забрать. Да, одного второго остался жив. Рамзи кого-то зацепил бы. И все. А теперь Рамзика... Теперь все. И Рамзик снова... Так, его опять точат нож уже. Точат нож, да. Смотри там. Так, первый нож наточил. Второй нож наточил. Рамзик. Нет, все-таки поджал, поджал Форест. Рамзик прочитал все. Нет, не все. Лижнего не прочитал. АВП это слабо... На АВП сверху нужно забрать. Вали, вали! Красавец. Просто красавец. Ух. Ну хорошо, хорошо идет у команды атака. Но посмотрим. Тут еще все может произойти. Тактическая пауза от Саймон. 0-2-7 перфекто. Ну не идет игра действительно. Ловит агента на решающей карте. Это не прикольно. Пытаюсь услышать, что там... О чем общаются капитаны. Периодически что-то слышно. Ну тут все вышли шикарно. Все. Да. Ну вот и Кеос вроде бы все прочитал. Да, но как его убрали там наверх-вниз просто. Без шансов. Следующий им там тиммейт отлетает. Причем на него выходил красный. На самом деле, если бы он отошел и сыграл бы как-то под стенкой, то, наверное, он бы помог больше тиммейтам и спас бы ситуацию с выходом с сотки. Но по какой-то причине вот он решил остаться на позиции. И в итоге такая вот ситуация досадная для него возникла. Дримитерс. Ну тут реально крутейший старт. Как из этой ситуации будут выходить Саймон, непонятно. Сейчас бы выиграть СЗ-шечки. Это было бы очень даже в нужный момент для Саймона. Выбить деньги, бусануть себе, оставить счет. Было бы супер. Как бы еще пять раундов. Это было бы, да, такой вот серьезный вариант. Нилан заходит. Сколько его ждут? Его ждут. Вот это, ну вот с респауна его еще, наверное, не принимали. Да, он дошли. Он, наверное, думал, что я тут сейчас как Джейм и меня не найдут, но тебя ждут. Все, на плане пустой. Все, четыре человека на Б, да, пустое. Зелень уже вышла. И если сейчас Дримитерс все на ровном месте не будут придумывать какие-то расплетения, а просто атакуют базуа, то у них отличные шансы. Спина Торика. Нашли Торика. А Торик в спину не контрится. Повезло, конечно, ему. Так бы вообще уже все. Иногда спина спасает тебя больше, чем ты думаешь об этом. Что там, парни, на Б? Да, тихо. Ты как черепашка, да? Ну, да. У тебя панцирь просто. Неуязвимости. Так, ну Торика решили сжечь. Просто сжечь. Выбили его из зубов. Ну, я думаю, защита уже догнала, что это не засада, на это засада на Б. Вопрос только в том, откуда придут оставшиеся игроки защиты. Да, куча времени. Но желательно тоже не доводить до установки на последних секундах. Были случаи. Ну да, а то какой-нибудь трамзик там вылезет и похоронит. Но сегодня у Тим Спирит такие случаи были. Спирит там сегодня очень жестко досталось, друзья. Первая игра, первая БУ-3 сегодняшнего вечера, которая началась где-то часов в пять. Там было, конечно, больно. Там очень больно Спирит. Куча обидных моментов было проиграно. Ну и между проигравшим этой парой и командой Спирит развернется тоже нешуточная борьба. Но это уже все завтра, друзья. Это все завтра. Так, Крат решил дальше все-таки не заходить, не врываться. Так, оп, проверочка. Никто не побежит? Нет. Пошли. На шестах. Ну мы видели уже такой трюк. А там отдал. Рамзик нет, нет. Верхний все принимает. Минус от Крада. Все перфектно. По-прежнему в поисках своего первого фрага здесь за защиту. Да, и нужно как-то уже спасать, ребята, нужно. Это уже серьезная заявочка такая на поражение от Саймона. Ну и, соответственно, победа DreamEaters. Очень крутая атака. Но посмотрим. Возможно, и у Саймона также пойдет игра за террористов. Друзья, ну и постараться сегодня для DreamEaters или Саймона действительно делать честь, чтобы завтра уже не играть этот зловещий матч. На вылет. На вылет, да. Но опять же, Team Spirit в матче на вылет. Но они уже попадали в матч на вылет. Ну все было в этих минорах. Там и форзы были в этих матчах. В Молл Спорт, точнее, были в матчах на вылет. Многие команды. И Норс. И там оказались потом по итогу. Ну, в плей-ин. Ну, Норс вообще бедняк. Да, будут играть плей-ин. Перфектно. Uno momento. Перфектно. Вот Форест как-то там нашел то... Я не знаю, как он его там умудрился обнаружить, но это жесть. Свят падает вверх-низ. Никого нет вверх-низе. Нилан в планете. Ну и в целом оборона играет 2-2. Да, шаткая ситуация на базе, но атака об этом не знает. Атака пока еще думает, за что бы зацепиться. Посмотрим, что сделает Спидак. Попытка найти соперника, но он не чекает тормоза. Флэшечку накинул Святу. В этот момент Форестер Святу отчекал апдаун. А там голова Рамзика стоит. Да, а здесь голова Рамзика разбирается минус от Нилана, но тут вообще все уничтожено. Форестер один. С этим раундом спокойно справились. Ну что ж, не могут набрать пока те самые смертельно опасные обороты. Ребята из Dreamitra создают Саймон важный раунд. Ну и Саймон тоже не могут набрать обороты. Они не могут взять три подряд. Им надо 6-5 в первой половине, и этого им хватит. Ну мы все знаем, когда защита не играет такими сериями по три раунда, то все становится очень печально с их экономикой. Соперники тут, конечно, жестко придавили. Сейчас бы не брался раунд вновь, нужно было играть 1-2 раунд очередной. Ну и так бы вообще можно было и 11 отдать сейчас ребятам из Dreamiters. Ну и Dreamiters решили обсудить все-таки. Не понравился им последний раунд. Очень не понравился. Так, ну что? Ну нужно следить, конечно, за позицией там Рамзика. В паузе Зонар молчит. Это оружие против соперника в другом направлении вообще. Применение немного другое. Так, ну поехали. Спидага, первый респ. И спидаг с АВП. Интересно. Сотк это или все-таки... Кео заловить. Или попробует Б. Да, Кеоза посмотрим. Девятый. Последний респаун. Он не пойдет в амдаун. Он не пойдет, да. Он сыграет, скорее всего, с АВП. И спидаг идет сейчас на АВП. О-о-о! Да тут Рамзика. У Рамзика тоже первый респ. Ну, тут смотри-ка, агрессия у Рамзика. Он сразу пикает сотку смежду. И никого нету. Ну, позиции атака позволила занять хорошие своим оппонентам. Но это касается только база. На базе Б пока закрытый дефенс. Двух человек. Рамзик. Как ему не везется сегодня с этими нивансфотами. Здесь есть Торик. Тут Торику бы сейчас остаться незамеченным. Ему это удается сделать. Но сразу же размен. Но Рамзик дает минус. А снайперу уже у Дримитрес нет. Нечем отвечать. Ну что же, есть Форестер еще с обдаун. Возможно, зеленый. Кеос и вот ТВП Кеоза уже здесь на такой позиции, которую тяжело пройти. Раскидывают этого парня. Пытаются на него выйти. Но песня спета. Защита справляется с этим раундом. Пока да. Подожди еще. Всякое бывает. 4 в 1. Да, тут уже отмена для Форестера. Пятый раунд для Саймона. Они по всем попали. Схему выкупили. Но перестрелку ты тут уже не выиграешь без позиции. Ни кому не удается занять ни одной такой каверзной позиции, которая бы помогла раскачать эту модель защиты. Еще один нужен Саймон после этого. И тогда деньги закончатся у команды Дримитрес. Правда, это уже будет финальный раунд. Такой Форестер просто в напряжение ввел Кеоза. Ты тоже присел. Забрал АВП и убежал чекать дома. Походу не дадут засейвить. Зелень идет поджимать. СБ уже поджали. Да все идут поджимать 20 секунд. Да, через 20 секунд просто полетят его, закидывают гранатами. Попробовать на самом деле. Они не знают, куда он ими ушел. Да в лаунче тусуется здесь. Чилит на кухоньке. Вот. О, это уже знак. Испугался. Это по-нашему. Ну не понимает Форесту, что это байт. Да как же ж... Забрали. Как ему не повезло. Вот этот сверху должен был уже умирать. Куда-то пуля прошла. Он должен был умирать, но опять же вот... Ну походу, либо вправо куда-то. Ну короче он стрейв сделал небольшой. Походу двинулся, да. Ну красивый сейв. Красивый сейв. В ноль там опять закупаются. И Саймон теперь. Ну все. Деньги заканчиваются и там, и там. И тут если Саймон не берут, то... Шанс для Dreamweaters выйти на 9 уже. Берут Саймон, но это шестой-седьмой. И это очередной 8-7 между командами в половинах. Сегодня так завершалась и первая, и вторая карты. Тактическая пауза от Саймон. Ну что же, тишина какая-то там вообще. Тихо-тихо вообще, просто тихо. Ну видимо... Уже матч на такой, как бы на таком пределе, на таких кондициях, что никакого, ни о каком шуме здесь речи быть не может. Ну видимо Dreamweaters прекрасно знают, что они сейчас... Уже был дан колы, они все распланировали. Но вот Саймон нужно два раза подумать. Сейчас вот нельзя совершить ошибку. Атака и так уже слишком много раундов выиграла. Конечно, да, слишком много это 15. Всегда можно дать больше. Когда вот такие там 7-8. Но все равно это неприятно. Ну что же, 4 от лэнд. Свято пытается вскрыть. Все, поставили в угол Свято. Здесь не выйти будет сейчас Свято. Но там нет пока по линии снайпера. Молик не палит его. Флэш, жмут. Ну, справляется на размене с этим парнем. Но в план зайти будет крайне тяжело. Продлевается дым крадом. Чекается точка. Ну, гибко пытается действовать. Но Нилан сейчас все эти действия слышит. Да, может ворваться и просто похоронить. Ну, а его может похоронить. В ответ сразу Форестер выйти из смока. Да, видит спину. И не стреляет. Специально не стреляет. Понимаешь, что еще можно сотку забрать. Сейчас может умереть просто вверх-вниз. Сотка. Нет, сотка сама свободна. Сотка его забирает. Это три в два. Ну, Рамзик в точке. Подожди. Там в спине уже. Рамзик такие моменты классно чувствует. Моментально реагирует на кинки. И понимает, что это вряд ли база. Вместе с тиммейтом меняются позициями. Перфекто приходит, врывает. Как проваливают Dream Eaters, а? Как вытягивает Саймон. Какой важный раунд. Они только что потащили. Были в одном шаге от полнейшего провала по экономике. И действительно можно было и восьмой, и девятый сейчас отдать Dream Eaters. Но команда... Это просто команда Тащу. Я не знаю, как их еще назвать. Вот я сколько матчей их не комментирую последние два дня. Они просто тащат. Тащат и еще раз тащат. Рамзик просто спасает. Вот он реально спасает. Реально собрался на этот чемп. 15-1-7 у вас статистика. Ну не хватает немного Перфекта, но он ключевой фраг сделал уже в прошлом раунде. И у соперника выбирает... Слушай, это третья карта 8-7 сейчас закончится? Да, третья карта подряд. Это третья карта подряд закончится 8-7. То есть у нас... Я уже подозреваю, что нас ждут овертаймы по 40 за сторону. Могу пока сказать, вот на данный момент из всех миноров СНГ очень яркий минор. Тут именно самые напряженные, самые крутые матчи мы с вами увидели. Первый игровой день я вообще забыть хочу. Но там просто все было очень понятно. Здесь... Здесь просто... У нас играют? У нас так классно играют? Черт возьми! Надо больше турниров для нашей команды делать. Надо больше турниров. Хватит это терпеть. Бунт! Бунт! Устраиваем бунт всем турнирным операторам. Бунт! Где Асусы? Где турниры по регионам? Бунт! Ну, знаешь, сейчас время поменялось. Я сказал, бунт, значит, будет бунт. Все! Сейчас надо дать это СНГ. Открытый чемпионат СНГ. Это будет бунт! Все, это бунт всем турнирным операторам. Зонера ко всем отправлю. Но... Так уже не работает. Ладно. Свят. Ну, наверное, вот сейчас можно и обсудить. В принципе, когда человек один в пять, и у него еще минута времени там была, можно и с командой там сесть в респаун, обсудить абсолютно все, что можно. Все, опять бунт от СОПова, я понял. Это бунт ради зрелища. Это бунт ради турниров для наших коллективов. Чтобы выяснять, кто, наконец-то, самый... Кто самая крутая команда СНГ. Знаешь, если такой турнир не получится делать, хотя бы надо для молодежи уже побольше чемпионатов. Ну, понятно. Они и появляются. Смотри, уже очень много команд, которые играют на хорошем уровне. Да и молодежь хорошая. И еще больше на 7-ми про-левеле шпилят. А мы переживали, что... Ну, Клюк пишет, что у Ниасус навсегда в сердце. Все. А у Рамзика навсегда в сердце поджим базы Б, который сейчас действительно сердечно ранил его. Это ужасное начало последнего раунда первой половины. Меньшинство для защиты. Нилан 35. И целая полторы минуты целые. Вот так. Ой, ух. Ну что же. Еще пробили там позицию по 33. Там уже снайпер работает. А это что такое? Нилан с прифаера не затушил Форстер. Вы видели? Так, Кеос показал свою винтовку. Причем на поджиме перед соткой. И Кеос сейчас услышит, что будет происходить под соткой. И в доме... А, нет. Кинки остался в сотке. Кинки остался. Бомбу забирает игрок на шифте в доме. Поэтому этот эпизод уже не станет решающим для защиты. Но укрепление базы Б выглядит, ну просто как будто их прабабка Ванга. Они реально сейчас читают. Ну да, они точно знают, что это Б защиту. Кеос им сказал парни. Ну максимум зелень, говорит. Но вряд ли. Скорее, вот смотрите, прямо вряд ли они кому в спину зайдут. Что ж, перфекта. Очень нужно больше. Больше фрагов перфекта. Да, уже ничего не сделать. Уже ничего не сделать. Надо уходить. Крат спасает бомбу. Там уже некуда. Там Кеос уже... А, нет. Я думал, он будет сальком. Кеос идет со спины. И Кеос не читается. Это плюс. Но минус в том, что... Он дал всю инфу. Ну и так все понимают. Ну для атаки минус, да. Что он дал всю инфу. Но он, наверное, сейчас ключевую роль сыграет. Но если он не отлетит сейчас с кем-то, вертуху не получит. Не, все, тут не будет вертухи. Кеос максимально быстро оказался верхний. Застал врасплох кинки. Дальше крат. И с ним все спокойно. 8-7 в первой половине. И... Засейвились. Да, это был переломный момент. У нас пауза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, 8-7 в первых половинах. На всех картах я еще никогда не комментировал. Не знаю, как Тафа. Но вот у меня впервые такое, что 8-7 все три карты. Ну это действительно запомнится мне. Хороший сегодня полуфинальный матч. И действительно команда нас сегодня радует борьбой. Накалом страстей. Этими допами. Этими ответами. Этими отыгранными матч-поинтами. Еще раз напомню. Для тех, кто недавно подключился. Дремитерс было 4 матч-поинта на карте ДДАС-2. И все четыре отыграли Саймона и забрали вторую карту. И сейчас уже вышли вперед на карте ДДАС-2. Правда, атаковать придется сейчас. Но... Да. Может быть, она такая же будет хорошая атака, как и у Дремитерс. Важно выиграть пистолет. Так же, как это сделали соперники. Выиграть старт. Правда... Ну ладно, посмотрим вообще, как пойдет игра. Тут уже нечего колодовать. Просто наслаждаемся КС-ом. 8-7. За Саймона. Они атакуют 5 арморов. И это 3 зелени. Уже вышла сотка. И уже падает. Сверлили, да. Сбревает сразу же с пидака. Да все уже. Эмоции просто заставляют разрывать голосовые связки тренера. И что сделает Форестер? Нет, его не проходит. Играет Кинки. Нет. Вскрытый крат последний. И с ним будут играться, как кошки с мышкой. По-другому и не придумаешь. Ну, крат попадает. За нож по рамзику сейчас уже будет мстить команда Саймона в такие моменты. Ну да. На самом деле, после этого ножа ситуация полностью переломилась, как оно обычно и бывает. Ты опять взаимосвязь. Вичер, смотри, все нормально. 1-2. Тут еще реально два хэдшота, и можно спасти ситуацию. Диффузы есть. Ну, есть деф-киты, но не чекается как бы ни одна позиция. В точке на зубе стоит Кеос. Ну, тут все. Привет. Приплыли. Почесал ему окошко. Ну что, проблемы с экономикой и проблемы по счету испытывает команда Dream Eaters. У них сейчас действительно не самый приятный инцидент произошел в пистолетном раунде. 2-300, 2-650. Ну и Саймон уже, можно сказать, на 3-4 раунда будут сейчас впереди. Но здесь полное эко должны сделать Dream Eaters. По-любому нельзя сейчас допускать каких-то там решений, типа давайте форсами берем, попробуем. Нет, такого быть не должно. Ну и уже к оружейному раунду парни попытаются вернуться. А у атаки план все тот же. Это выход B против эко. Ну или, по крайней мере, выход вверх-низ плюс сотка. Ну и все игроки защиты сейчас находятся на позициях база. Так, Dream Eaters, конечно, ну полный экономический. Ну, возможно, правильное решение. Посмотрим, как сыграют следующие. Сейчас это фарм в исполнении атаки. Нет удара скидав. Сразу бинус-3, да. Один только спидак умудряется забрать Кеуза, но жертва была. Жертва была и была большая. Это вся команда. Кстати, Перфекто вроде и не убивает, но он особо и не умирает. Парень, смотри, меньше всех погиб. 7 раз, 7 смертей. Ну, он шел 0 на 7. Да. Он шел 0 на 7, он просто потихонечку отыгрывает, выполняет свою роль. У него нет задачи смотреть в статистику. У него есть задача сыграть красиво и качественно. С момента 0, 2, 7 Перфекто ни разу не умер. Да. И набил 6 фрагов. Да. Вот так вот собрался Перфекто. И, конечно, основная работа еще впереди, но исправился так исправился этот игрок очень жестко. Так, ну что, Нилон уже промутился за зеленый. Защита играет очень опасные позиции. Ну, вот сейчас Спидак перестроился по старый план. Кинки в зубе и Кинки сейчас будет погибать. Все, минус Кинки. И игрок с первой линии ничем помочь здесь не может. Естественно, его выкуривают. Забежал за план Спидак. О, ну это да. Мог еще и прочесать сейчас по голове соперников. Он мог прочесать, но ситуация явно неприятная. Свят минус зелень. Спидака выключают. 3 в 4. В меньшинстве остается команда Dream Eaters. И боюсь, что в этом раунде шансов на выбивание очень мало. Нет гранат. Есть АВП, но оно без армора. Может подсейвится. Хотя еще бомба не стоит. Что-то сейви. Давай, Крад, попытайся кого-то... Серия переломных моментов. Серия переломных моментов пошла прямо сейчас. Друзья, Саймон просто вытягивает из своих соперников душу. Крад минус Рамзик. 2 на 2 ситуация. Ну что, диффузы есть у Крада, но уже забирают. Так, хорошо. 1 в 1 против Нилана. Неужели пойдет брать? Как-то он медленно идет. Да, да. Он не знает еще, где Нилан. Он пытается чекать зелень. Ну, а увидите, где Нилан. Все, он слышит. Шикарно вытащил раунд. Как же доволен Солар. Посмотри. Что там Солар? Солар заправляется, заправляется. Там уже 20-й Red Bull. Ответка от Солара будет? Маг 10. Интересно, будет ли ответочка? Знаешь где-нибудь там? Зачем побежал? Сейчас будет, подожди. Куда вы лезете? Куда вы лезете? План занят, он наш. Что-то не подозревается. А счет 12-7 пойдет. Ответка DreamEters. Сейчас посмотрим. Там тайм-аут. Да, и вот сейчас все. Свят дает расклады. Что нужно сделать ребятам? Они как-то потерялись. Не знаю, так отлично начинали эту третью карту, но потерялись. Ну ладно, знаешь, пистолетку проиграли, проиграли первооружейные. Вот сейчас на следующий нужно настраиваться. Вот опять же, вывод у нас был уже по Рамзику. Сложно сделать что-то с Рамзиком, когда тот начинает переться. И сегодня он феноменально проперся на Дасте 2. Ну, я бы не сказал, знаешь, он... Ну и этот квадрокилл со скаутом. Нет, квадрокилл, да. Ситуация, это же вообще пипец. Квадрокилл это было нечто. Так вот он обычный такой вот Рамзик. Когда Рамзик прется, это вообще просто, я не знаю, просто текай с СЛА. Тут ворвался Адрен в чат, просит модерку. Не будет Адрен модерку, иди смотри английскую трансляцию. У нас 7.11, и попытка команды DreamEaters вернуться. Чего ты так начинаешь? Ну, какие интервью, такие ответы. Сейчас приедет. Тут же, наверное, уже недалеко. Ну, он тут, да. Подъедет. Сейчас через 30 минут уже подходом. Продолжит разговор про модерку. Так, друзья, ну и посмотрим, как попытаются выиграть этот раунд ребята из DreamEaters. Ну, это укрепление B-Plant. Но пока что тут идет вся подготовка выхода на точку А. Пошла сотка, зелень уже чуть прошла. Торик уже минус от Нилана. Ну, в общем-то, все по своим схемам. Кинки хорошо прописал дигла. Ну, опять же, кстати, мы мало видим последние дни на СНГ миноре вот качественных диглов. Ну, их вообще практически не видим. Никаких вот переломных моментов именно с диглами не было. Да вообще не было ни разу. Ну, тут кинки уже, конечно, ничего не сделать. Вот ключевой момент. Саймон выстояли. Помнишь, когда они выпустили на 14 своих соперников? Да. Не на 14, а на какой там, получается, после 7. На 9. Вот сейчас на 14 ни в коем случае нельзя выпускать Саймон Гейминг. Уже DreamEaters. Тут уже все. Забирать восьмой, девятый. Бустить экономику. Быстро возвращаться. Привыкать к атакам. И тащить, тащить, тащить. Ну, посмотрим. Саймон реально сейчас могут просто вскрывать этот следующий 14-7. И здравствуйте. Там реально останется всего два. И это уже будет очень близко до победы. Так, ну и попытка выйти на базу B. По крайней мере, так она именно кажется. Всем составом. Слушай, опасная ситуация сейчас у Форестера. Ну, если Крат забирает, то Форестер играет верхний. Тогда все может получиться очень круто. Но под дымом. Молотов будет под ноги сейчас. Не, это Молотов в точку, скорее всего. Это дым. Это дым на занятия. Это дым на занятия. Сразу дым вниз. И Крат подоткинулся. Там был Молик сверху. Как же прогнали. Ну, есть инфа про то, что это база B. Все, что нужно, это прийти вовремя на помощь. Атака еще. Ой-ой-ой. Форестер пропускает. Крат отлетел. Это шанс для Форестера. Он потерялся немного. Я думал, что он уже в пленте. Зашивает бомбкерри. При этом работают парни из команды Dreamitress. Но здесь Кеос. Здесь Перфекту. И они попробуют. Кеоза прочекали только что. Кеоза прочекали, да. Но он не прочекал. И непонятно, почему, игрок, защита не пикает. На пределе, конечно, концентрации сейчас находятся оба коллектива. Свят. Кеос старался очень сильно. Классно. Выпал из смока. Дал минус. Забрал бомбу. Вышел на плент. Ну, и это не заход. Это не заход на базу B. Это отмена, да. Но посмотрим Перфекту. Возможно, сейчас вот покажет всю свою скиллуху. Всю ману, которую копил он в первой половине. Уже в плюсе. Десять восемь. Но нет. Один хп. Один хп. И это все. Ну, три девайса остаются в живых у команды Dreamitress. Короче, сейвить, да. Все. Бежать. Армор шестьдесят пять. СГшка. Гигл. Так. Там с дыма заход начинался. А молик вообще не наверх летел, скорее всего, а вниз. Не-не. Он сверху. Я именно в последнюю секунду вроде бы видел, как он там разгорался. Ну, а зачем тогда он дым первым кидать на выход? Ну, он дым дальше, молик ближе. И что, в свой молик выходить? Так получилось. Он, наверное, молик либо на фейк кидал, либо в плен, да. В катуху туда куда-нибудь. Как-то так. Может, даже да. Почему бы нет? Повтор вот этого момента посмотреть сейчас. Как там сверху они выходили. Просто какая-то непонятка. Там еще и у защиты вообще в неподходящий момент снайпер достает смог, начинает кидать на нижнюю линию. Там открывается три человека. Там, наверное, снайпер думает, боже мой, какой я... Зачем я это сделал? Зачем я достал? Зачем я захотел достать? Когда можно было просто выстрелить и прикончить сразу эту атаку на корню. Ну, ладно. Деньги есть еще. Момент был сыгран как сыграно. У нас продолжается матч. И коллектив Саймон попробует очередную атаку осуществить. На этот раз план немного другой. Не как в том раунде. Кстати, Саймон ни разу не сжали, по-моему, зелень. Нервный перфект. Вообще ни разу не поджимали, по-моему, в первой половине. Ну, они занимали близко, но поджимов не было. Здесь подсадочка сработала. Свят зашел Торика. Ну, и люркера по зелени не будет. Это хорошо. Но для атаки это ничего не меняет. Они по-прежнему могут попытаться осуществить вылазку на базу А. Нилун уже оказался на иксе. Залезает на зеленый. Сол остается на точке Б. Так, залез на зеленый. Второй залез на синий. Вот два брата Акробата. Отлетел еще от крада Рамзика. И остается перфекта с МАК-10. Ну, да, да, да. Экономит для команды, дает дропы. Вечно вот на таких вот девайсах бегает. Ну, и ситуация, где ты ничего не сделаешь. Да, придется все-таки... Опять сейвить. Опять сейвить. И вообще потом надо делать тека. Два раза подряд вот на эти нули попадать. Бомбу поставим. Бомба там. Вот тут, да. Иди умри, сказал. Лучший, худший. Слово зонеру. У нас, ты забыл. У нас когда дремит разберут раунд, у нас сразу слово зонеру. Можно даже, знаешь, на аналитику не уходить сразу. Зона. Как матч, да, сразу же. Да, да, да. Как матч. В двух словах. Не, вы все же понимаете, что эти все выкрики, друзья, это все, да, это все на площадке, на турнирной. В жизни все друг к другу пойдут, пожмут руки. Все друг друга знают, все знакомы. Ну, да. Я надеюсь, что хорошо друг к другу относятся. Ну, и уже привыкли к таким вот вещам. Ну, и шоу. Зрелище для нас вместе с хлебом. Так, Форестер. Ну, тут слишком легко должно быть для Dreamweaters. Форестер тут молотов за дым закинул, прострелил. Короче, сделал все и еще три игрока красных. Ну, что же. Еще чуть-чуть, Dreamweaters. Еще чуть-чуть. Забирайте десятый. Чуть-чуть улучшайте свою экономику. И практически выравнивайте счет в этом матче. Здесь слишком все просто. Бомба бы. Как ее тут занести? Да никак уже. 2 в 5 ее не занесешь. Двойной пик. Слово зоны. Сам себя сдерживает только в последний момент. Очень переживает, конечно. Не, ну понятно. Да, после такого Даста 2. Это, я не знаю, как он еще в аптеку не побежал. Да. Там, наверное, админов уже в аптеку отправили. Обидно вообще за Dreamweaters. Супер обидный был Даст. Если они проиграют все-таки эту встречу. Это реально вот. Тут и радость за Саймона, и обидно за Dreamweaters. И далеко не факт, что Team Spirit какой-то коварный план не продумает, чтобы расправиться с Dreamweaters с матча на вылет. Так что да, тут лучше не проигрывать. И я даже не понимаю, в каком состоянии сейчас парни. С другой стороны, у Team Spirit не особо хорошая форма. Мы сегодня, в принципе, на фоне коллектива Force увидели, что побороться парни смогли только на своем пике. Слушай, ну вот я бы сказал, что Spirit остались вот где-то так же играть. Хорошо, неплохо. Тут просто форзы улетели в последние, опять же, 3-4 месяца. Они просто улетели на другой уровень. И это очень хорошо. Сейчас все будут тянуться к этому уровню. Те же Spirit не так далеко, они очень близко. Действительно, очень интересный Dreamweater Саймон. Самое главное, что появляются играющие команды. И, в общем-то, это усиливает абсолютно всю СНГ сцену. 12-10. Саймон без снайперской винтовки. Играют этот раунд. Ну, не совсем это вовремя. Ну, смотрим на Нилана. Снова он пытается здесь поразить соперника внезапным появлением на позиции. За красным справляется с кинки. Каждый раз сюда уползает. Флешка, и все, и можно уходить вверх-вниз и просто бежать на базу. А именно это пытались сделать сейчас игроки атаки, ты видел? Да, они отпустили его просто. Не отпустили. Ну, Нилана, не отпустили. Атака должна была пытаться вывалиться на B. Там защита уже перетягивалась. И вот как это все неудобно произошло. У них вчера такой был этот олдскульный раунд. Помнишь, я еще говорил, что так раньше делали. Пробегал человек на A, собирал информацию под смогли. Сейчас это ситуация ровным счетом. Ну, вчера они как раз быстро сыграли. А тут как-то медленно в смоках уже вынуждены были отыгрывать. Ну что, и Торик замечает то, что там на зелени вообще залетные ребята. Свят, минус Торик. Ну и раскидка базы B. Вернее, подготовка для выхода. Но попробует свои силы. На ситуации 3-4 Форестер в зубах. Плэнт проходит. Про снайперы известно. Бомба будет непонятно, проверили его или нет. Вот игрок мог его увидеть. Походу нет. Слышал бомбу, Форестер. А, вот идет проверять. И проверка прошла успешно. Ну и теперь ситуация опасная. Спидак. Седьмой фраг для спидака. Молков плент опасненько. Сейчас тут нажарят, конечно, парня. Без шансов. Крат забирает. Ну, Рамзик 1 в 3. Конечно, всегда он может вытащить. Когда Рамзик 1 в 2 или 1 в 3, это для Рамзика он каждый день это делает. Так, ну тут вот чекают. Нашли. За попдогом. Тут все смотрится. Да, снайпер берет под контроль. Выход за попдога. И Рамзик здесь в попытке вытащить в этом раунде. Так, слово Зонару. Так, привет, Тотал больше. Спокоен, Зонар, спокоен. Что-то пока. Я все жду. Никак не могу дождаться. 12-11. Раунд преимущества для Саймон. И у них нет денег. Ну, решение сейчас, конечно, сыграть пистолеты понятное. Есть один скаут. Ну, если повезет с минусом, то, может быть, что-то получится с таким арсеналом оружия. Но то, что не у всех армора, уже смущает немного. Тем не менее, со счета 12-12 будет отыгровочка. Но, знаете, попытка у Саймона была очень классная. Они хотели сразу потушить соперника в первой половине, чтобы во второй сыграть два-три раунда. И ты, короче, раз-два, и ты в дамках, да. Но ребята из Димитрес не такие простые оказались. А Димитрес сами могли там вообще... Ну, да, они могли еще и на Дасте 2 все закрыть. Видишь еще, какая ситуация? Я вот думал, что расчет Саймона был то, что там просядет мораль. Но с таким парнем, как Зонер, я думаю, там ничего не просядет. Вот Димитрес реально могли за атаку додушить уже. Додушить еще тут на трене. Умнички, умнички, Горизонер. Ну что, действительно, парни тащат, тащат за защиту. Играют неплохо. Ну и по-прежнему очень равная, напряженная, близкая игра между командами. Третья карта, это просто жесть, друзья. 12-12, будут ли еще одни допы? Вот в чем вопрос. Два ВП в защите, три СГ в атаке, плюс ВП, плюс калаш. Ну, идеальный бай практически. Да, и там, и там. Там все шикарно, не хватает второго армора, только Кео, Закаски. Против эмок это не так и супер страшно. Там уже все диффузы у каждого игрока, Дримитрес. Там ребята уже закупились на полную. Ну что же, Крад. Остался все-таки рисковать. Ну, видел низ. Видел низ, вторая флешка, Крад. Но это, возможно, было зря. Так, на высотке сейчас спокойно должна сыграть. Ой-ой-ой, не так-то спокойно в шаге от второго фрага. Забирают Нила, но он попал тридцатку немного, но все же попал. Перфекто. Застрял на лестнице. Он не застрял на лестнице, он просто дергал. Он думал, что игрок стоит и смотрит прям лоб в лоб, но игрок только-только занимал позицию. Надо бы сразу прыгать. Да, да, да. И Кинки сыграл здесь действительно красиво. Он уже окунул ножки, никто не шьет. Но он уже чуть-чуть бы раньше прыгнул и все бы получилось. Близко. Не могли бы сейчас Саймон реально открыться на базу. Ну ничего, 4 в 3. Два игрока уже мутят раунд с зеленью. Один человек в сотке вместе с бомбой. Ну, Рамзик плюс Торик. Смертельно опасная парочка команды. Саймон осталось. Проход за зеленый. Так, сотка там сейчас может хорошо сыграть. Айбис КТ забрали. Все, что нужно, это да, просто смотреть. Выход за зеленый и на Х. Непонятно, что скажет парень в сотке. Вышел. Он несет бомбу. Рамзик забирает Форестера. Ну и я не знаю, как сейчас здесь ориентируются ребята. Тут Кинки должен выходить с верх-низа. Выходит шифтом. Нет. Слышит, выходит, прикрывает. Верх-низ. Попал. Еще раз. Ну, попасть попал, но 3 в 3 выбить будет очень тяжело. Кеос. Забирает крадов, все, Кинки ждут. Какой крутой раунд. Надо электрик дергать как-то. Прозыгрывает Саймон в меньшинстве. Ай-яй-яй-яй. Вот и все, это 13-й до Саймон. Ну и по идее свой раунд отдают ребята из Димитроса, друзья. А у них денег много, все нормально. Ну, денег много, но раунд на самом деле был крайне важный. Ничего страшного. Вот примерно в такой ситуации Димитрос начала качать на Дасте 2. Он был бы важен, если бы... И после этого парни не смогли вернуться в строй сразу. Если бы они его взяли, понимаешь, это 13-й и 14-й. Это важно для победы. Но пока еще до поражения далековато. Да, это 13-й. Тут еще, опять же, куча денег, куча борьбы будет. И могут сейчас просто вот после этого момента вообще больше раунда не оставить. Ребята, мы с Саймон. Димитрос. Блин, как круто Кинки сыграл. Он такой спейс создал для команды. Все, что было нужно, это просто собрано встать на позициях и принять этот заход через зелень и вагоны. Но никто почему-то из игроков Димитрос этого не сделал. Команда была, видимо, отойти и отыграть аккуратно. Ну и в итоге отдали ненужное пространство. Самое обидное, наверное, это Кинки. То, что ему уже никуда не деться было с этого апдауна. Так, 4 аплэнт в упор, сразу подлетают ребята. Там играл Форестер. Стопера в упор. Такая же модель защиты, на самом деле, была и у парней из команды. Вау! Рамзик не смотрел между, чекал зелень и врыв на олов. В итоге вот так вот его забирают. Неприятный момент. Да, отыгралась защита, причем так неплохо. У Нилан подбирает авик, у него 12 хп. Ну, в принципе, возможно, как вариант на б у нас пошел перфекто. Ну и втроем пробует сейчас пикнуть зелень. Ну, возможно, перфекто там немножечко... Нет, они, да, пойдут играть зелень, раскидают ее, выйдут. Отлично, наказан. Без шансов для крада вообще. Не зря Нилан подобрал авик. И 3 в 4. Большинство за командой Саймон. Ключевой раунд, но нет для экономики соперника. Спидак. Хорош. Там, кстати, перфекто сейчас выйдет на пустой беплент. И какой провал сейчас был от Торика. Ну, вот рано... Погрячился. Ну, все. А как играть перфекто сейчас? Рано зелень пошла. Если бы там еще двое оставались, можно было вернуться. Но защита об этом не знает, кстати. Да, зачем? И посмотрите, что делает номер. А что, тиммейт не сказал, что он без бомбы? Ну, да. Там Свят уже залез вверх-вниз. Там Свят вверх-низе. Минус перфекто. Или нет? Ну, непонятно, опять же. Не прочекал. Да, не прочекал угол. И в итоге Кеос выходит на пустую базу А. Но... Все нормально. На самом деле защита может сразу же не догадаться, что это А. Времени было много для того, чтобы промутиться на Б. Все, поняли, поняли. Ну, не, сразу понимают. Ну что, настало твое время, Кеос. Это будет самый, наверное, важный раунд на чемпионате для тебя. Спокойно справляется с игроком на верх-низе. Вырубает Свято. И, если честно, я не знаю, за счет чего сейчас Спидаг попробует этот раунд забрать. Ну, там, пикнуть бомбу и на удачу поймать на АВП. Уже сделал. Ну, второй дефьюз уже не простят. Все, все. Кеос понял то, что это его раунд. Да. Да, друзья. Это боль. Это боль для Dream Eaters. И Кеос вытягивает просто на своем горбу этот раунд. Показывая своей команде, что он так же хочет победы, как и все остальные. И команда Саймон просто тащит. Просто тащит в этой Б.О. 3 серии. Это неимоверный поворот Саймон. Это типичная СНГ-драма в матче. Типичная СНГ-драма, да. Когда у тебя все в твоих руках, ты набираешь серию, но в ситуации 3 в 1 вы не играете. Просто не играете. Ты все за Б? За БДС-2? Не, не, не. Вот ситуация была сейчас понятная. Она была максимально понятная по карте, но... Установлена бомба на А. Времени проходит от этого секунду, там, я не знаю, где-то 10. Да, Кеос уходит на Олов. Свят выходит сверх-низу. И даже, ну, не пытается просто понять этого. Чуть рискнул. Ну, рискнул, да. Рискнул, и все. И после этого фрага все посыпалось. Вот тебе и Counter-Strike в СНГ. Вот тебе и раунд обидный. Вот как после такого вообще собраться? Не, ну, это тоже нормальная ситуация. То есть они были на другом планете. Игрок все-таки поставил бомбу. Они не знали, где он находится. По счету, друзья, по деньгам расклад такой, какой был у Саймона на Дасте 2. Но вот если Саймон с Дастом 2 смогли, то смогут ли Дримитер с Трейном? Два раунда до победы команды Саймон. Два, друзья. Еще чуть-чуть осталось усилий приложить. Последний бай. По сути, берешь этот и, возможно, ГГ. Да, там две снайперские винтовки. Агрессия на сотке, это кинки и на зелени. Зелень, кстати, достаточно слабое место у Дримитерс, как показывают. Несколько раундов, где Саймон умудрились оказаться. Там раз крада прописал Нилан. Да, и еще пару выходов мы видели от них в том направлении. Ну что ж, бомба под Б, друзья, в этот момент. Возможно, втроем сейчас выйдут. Возможно, либо все-таки игроки Саплента дадут какую-то фейк-раскидку на точку А. Именно в эту секунду пойдет выход через верх. Здесь крад, кстати, с авиком. Позиция плохая. Ну да. Он как-то встал сейчас очень открыто. Ну, чтобы стрельнуть и выйти назад. Ну, по идее, одна флешка, и он труп. Он может еще там запнуться обо что-то. Вот мутит выход с верхнего и нижнего. Так, ну что-то придумывают с раскидкой. Да, там мутит, мы слышим даже. Давай так. Давай вот так. Ну и все зависит сейчас. Ну не все зависит от крада, но... Вот флеш, молик, дым. Онлака. Онлака для крадов. Ну, уже вышли игроки. Надо отбиваться от первой линии. Справился Форестер. Бомба устанавливается. Форестер. Закрывает смоком вниз, чтобы ребята могли выйти с коннектора. Защита тоже суперграмотно катает. Парни не торопятся и дают возможность атаки проявить себя перед тем, как играть ретейк. Пока 4 в 3, все замечательно для Дримитерс. Ретейк идет, есть молотов, два дыма и флешка. Там у Дримитерс есть все, чтобы разминировать пачку. Саймон, вылет под флешку, куда? Все, все, поем романсы, врыв в точку. И да не залетел Кинкин, важный минус. Рамзик забирает первого, бомба не дефится. Рамзик забирает второго, остается один на один. Крад садится разминировать эту бомбу. Рамзик, что будет делать Рамзик? Пытается найти его пистолетом, но Крад украл. Крад украл этот раунд из рук Рамзика. Да как же, почему не резал? Я не знаю, я не понимаю. Он, наверное, думал, что это развод на дефьюз, и тот его попробует пикнуть. Но что сделал Крад? Просто заскоки, чтобы поставить, да? Что сделал Крад? Он начал дефузить и заскоупился, и Рамзик испугался. Он думал то, что его пытаются развести. Потом безумно в панике достал пистолет и давай стрелять в вагон. Я думал сейчас Рамзик просто, знаешь, на стиле, вот за тот ножик, на дасте просто ставит нож, забирает пятнадцатый и все. И там уже очень тяжелая была бы экономика у ребят. Ну что же, пауза Dream Eaters. Нужно подумать, что делать дальше. Очень напряженный раунд был только что. Была бомба в исполнении атаки, и Рамзик был просто, я не знаю, на волоске уже от победы. Тут вот чуть-чуть оставалось. Капелечку. Мини-каплю оставалось сделать Рамзику. 13-14, последняя экономика теперь уже у команды Саймон. Но и у Dream Eaters, да, денег не особо много. Саймон это должны осознавать. Там все погибли. Сделали, да, да, да. И там тоже ужасный скаут вообще будет у спидака. Это, конечно, не самый лучший момент для тот раунд, когда нужно тащить и делать 14-14, убивать деньги соперника. Но Рамзик был хорош и сделал все, чтобы там как можно меньше. Если не потащил раунд, то хоть выбил пушки. Не сохранил АВП. Но он очень был близок. К 15-му и к победе уже. Ну вот чат пишет, Симпл бы зарезал. Такая вот история. Ну что, врыв на Б. Ну на этот раз нет АВП здесь, да, и мы видим, что нет гранат для приема. Поэтому идеальный план на самом деле сейчас для парней из команды Саймон. Форестер видел верхний, но из-за флешек так и не смог как-то... Рамзику попал скаут. Здесь уже и Форестер вызывает. Гранаты есть туда вниз. Смотри, аккуратно. Завоил. Видит Х, минус бомба от крада. Отлично. Но зубы прошили. Про пуш от игроков атаки понятны. Перфект. Все, надо забирать КТ. Он защиты видит верхний, дает инфу. Но как-то вот среагировали на него. Да, среагировали. Рамзик забрал, но дальше. Перфекта последний. 14-14. Бомба была установлена. 2,950 в запасе у Рамзика. Давайте сейчас посмотрим буквально в последнюю секунду, сколько там нарисуется денег. Ну, не показывают нам снова слово Зонеру. Ух, справились. Он уже просто садится в стул, потому что... Тут такой просто кошмар начинается. Тащат подопечные последние два раунда. Его очень даже хорошо. Просто вытягивают. Очень потный КС. Ну, а там и за бомб вновь есть деньги, понимаете? Да. Ну, вот я и хотел этот момент увидеть, сколько насыпят. Самое главное, что там есть на АВП Киозу. И если что, там еще Рамзик с ним может доиграть. Но и защита возвращается экономически. Короче, если защиты сейчас уступят, у них уже не останется денег на последние. Тут уже пюши пропало. Нет. Минус Киоз. Надо подбирать АВП и играть с ним. Поджим с базы БФ. Все это дело сейчас контрится и перфекта. Но он не слышал. И за Молотова эту двадцатку. Минус перфекта выжил. И уходит в туалет и будет уже драться. Дальше нельзя ломиться на него. Ну да, ему накидывают гранату. Но она летает мимо. Вторая нет. Молотов, перфекта. Ну, скрылся в туалетах. Спидак в этот момент расправился с Ниланом. Бомба проходит по зелени. Со Спидаком, да. И возможный маневр на базу Б, если бы, конечно, бомбер сейчас бежал. Но Торик будет пытаться ловить халяву на базе. Там, кстати, Свят на синем. И если Торик его заметит, да, Торик его замечает. Но Свят моментально поменял позицию. 52 процента, 53 процента здоровья. Ну, Шифтар понимает, что сотки в этом тоже могут. Челтут. Оттуда выходит Рамзик. Но, по идее, Свят может не уйти. Все, они поменялись просто позициями. Карл Сейли еще его заберет. Он уже его видит ножку. Но это не важно. Бомба выпадает. Торик падает. Рамзик здесь ничем помочь не может. Пытается пропикнуть своего оппонента. Найс, шот. Минус Свят, но это 3 в 2. И где все это время Перфект находится? Перфект на базе Божией урканул. Вновь, да, вновь эта ситуация. Если Рамзик сейчас попробует в наглую ускакать в дом, они успеют удивить своих соперников. А пока он тянет время, чтобы сыграл Перфекта. Это же не первый раз уже. И в этом матче, и в предыдущих. Я думаю, просто они не догадаются. Я думаю, что они не догадаются о том, что он промутился. Ну что, Перфекта. Настало твое время, дружище. Сейчас реально его ждет. Его ждет. И вот если бы с бани вышло, было бы круто. Они догнали. Они догнали. И второй в коннекторе. 2 в 1. Рамзик. Настало твое время. Установка бомбы за плантом. Крат. Не верит. Меняет позицию. Шикарно. Зелень спину. Может убить Рамзика. Рамзик разворачивает в последнюю секунду. Флешка. Рамзик. Да что ж ты творишь? Какой он просто жесткий, а. Ну и Крат здесь ничего уже не поделает. Гранат нет, да. Тут без дыма вообще ничего против снайпера не сделать. Что, Рамзик забирает 15 раунд для команды Саймон в очередной раз. Что там с Соларом? Вызовите врача срочно. Доктора. Доктора, пожалуйста, в студию. Ух, как он, да, жжет, сам горит. Ну что, друзья, матч-поинт. Команда Саймон. Да, и DreamITers остаются без денег. Друзья, ситуация была два в одного. И они знали, где Рамзик. Но вместо того, чтобы сыграть вместе, они просто испугались, что Крат, что оставшийся... Ну, что игрок на зелени, который мог вообще по первой линии задавить. Неясно, почему такой маневр он выбрал. Ну, это все уже оставим команде. Сейчас пистолеты, формилки и вообще, на что денег хватило. С тем мы играем. Такая схема у DreamITers. Ну и Саймон понимает экономику. Попробует что-то надежное разыграть. Хотя у них тоже не особо сильно насыпано. По деньгам так на ближние позиции потратили много гранат. Сейчас атака. Особенно Нилан. Остается флешка дым. Ну и атака будет пробовать сейчас вскрыть апдаун. Судя по тому, что их много в доме. А может просто ударит по позициям базы B. В любом случае я за овертайм. Ну, подожди. Саймон против. Что, Нилан всегда получал здесь давать фраги. А вот тут-то против пистолета... Не получилось. Не получилось. Не получилось. Так, по-да идут, по-да идут, по-да идут. Но далеко не по-да идут сейчас парни. На B выключают крадо. Дым на нижнюю. Ну и это уже будет занос бомбы. Форестер, конечно, не будет политься. У нее есть шанс удивить. Он даст всю необходимую инфу. Бомба, кстати, все еще в доме. Игроки атаки занимают очень серьезные позиции на базе B. Посмотри, какая ситуация на карте. Тут хрен поймешь, что делать. Если свет врубает... Бомбера забирает второго! Какой провал, Саймон! Саймон в шаге от победы. Три в два. Перфекта плюс Кеус и Кинки сейчас закроют этот раунд на овертайм. И, друзья, 15-15 в третье. Решающая карта не закончится сегодня просто так. И так просто. Я не знаю, что еще добавить. Не кик 16-14. Разбираемся на пределе. Так, Зонер спрашивает, можно ли выйти? Там просят вообще. А по правилам, по-моему, дружище нет. Играем дальше. Так, что там? Что происходит? Ну, игра должна продолжаться. Ну, да, куда? Ну, будет пауза, скорее всего, да, перед овертаймами. Да, карат попросил все-таки небольшую паузу. Ну, после проблем на базе бетом, да, можно сбегать, скинуть балласт ответственности. Так, а что у нас здесь случилось? Тут уже компы просто перегорают от этого матча. Так, что там случилось у Рамзика? Надеюсь, никаких проблем нет. Там все будет хорошо. Все работает. И технически... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Наверное, еще и все готовы, судя по их выражению, играть. Да, интересно, даст ли нам эфирная команда повтор. Вот это было бы не лишним. Сейчас просто посмотреть вот эти последние трагические секунды этих раундов. А тут две минуты повторов. Ну да, друзья. Ладно, было. Потому что Рамзи грустно так смотрит в свой монитор. Ребята что-то там собираются, ждут. Надеюсь, ничего серьезного. И это все... Я там что-то придумал. Сейчас все сядут и будут играть дальше. Так. Ну мы в ожидании, конечно же, да. Я просто не понимаю, что за пауза при счете 15-15. Она есть в регламенте, ее нет в регламенте. Возможно, здесь уже судья разрешил, так как это третья карта. А хоть десятая, есть регламент. Ну, как бы есть регламент, но есть и ситуация, как бы все мы люди. Ну что, ему под стол все делать? Ну я не знаю. Ну я тоже не знаю. Футболисты выходят на 2 по 45 и никто не вбегает с поля. Поэтому... Это футболисты. Я понимаю, но... А здесь ты можешь там принять хавчик перед каткой. И по ходу всей катки. Ну и по ходу всей катки, да. Естественно, да, там 15-15, третья карта и ты просто никак не можешь... Да нет, я не в этом делаю. Хорошо, что можно выдохнуть. Ладно, друзья, мы надеемся на то, что команды в боеготовности все нормально. У Рамзика, посмотрите, клава блестит, ни кое-какого нету. Не езжу время матча. Все нормально, да? И... Мы будем надеяться, что матч продолжится. Я не знаю, чем он закончится, друзья. Если честно, вот сейчас мы будем все, наверное, тонкие моменты просто молчать. И слушать. Тут вон даже зрители спасибо судьям за паузу. Говорят, что хоть уже можно оторвать вообще глаза от монитора, сходить. Привет всем по ту сторону того самого сетевого кабеля, как говорит Каспер. И спасибо, что вы с нами. Продолжается матч. И, в общем-то, три раунда за защиту у Dream Interest. Три в атаке у Саймона. Саймон были в шаге от победы. Ровно так же, как Dream Interest были в шаге от победы в матче, но на Дасте 2. И каждый готов обломать своего соперника прямо в самый неподходящий момент. Это вызывает нервы, стресс вообще. Так, что будет на допах? Вот самый главный вопрос. Ну, начинают пока что раунд. Саймон 2 на зелени. Ребята в тоннеле, кстати, под B уже подошли. Там выходит перфекта. Да, через молотов 33 уже занимает позицию. Кеос пришел на помощь. Причем он так вот, явно показывает, что мы здесь. Прыгает над апдауном. Что-то показывает, как-то кажется, подозрительным. Но крада так. А как же ж, это ж АВП было. Тебя там подсказывают про Серхио Рамоса и перерывы. Ну ладно, тут АВП потеряли. Не, ну там свои, да, конечно. Можно с Тилем Неймара там взять. Перерыв там минут на пять. А как это? Ну, упасть, поваляться. Команда отдохнет. А, я просто... Я просто... Ну, ты знаешь, я не зритель. Не, ну старички-то знают. За тремя командами смотрю футболь. Я думаю, там и Зонер знает, что если что, нога случайно как-то кабель цепляет. Компьютер выключается. Да, всегда есть приемы. Старый капитанский трюк Карасева, как его называли раньше. Это, я не знаю, кто его придумал. Ну это, да, это уже все знают, как делать. Ну что, меньшинство для DreamEaters уже в первом раунде, первого овертайма. И, на самом деле, по позициям они больше пытаются угадывать. И, кстати, если выход пойдет на базу, то они будут, в принципе, довольны тем, что они угадали, но вряд ли довольны тем, что может не получиться выиграть перестрелки. Все-таки против большинства всегда сложно. Там Форестер не успел из-за меньшинства. Проблемы в зеленье. Причесал кинки. Зелень, смотрим, они уже вышли. Вот он, зелень, Нилан. Играет зелень, снайпер здесь бессилен. Есть проход в точку, обход снайпера и без шансов. Да, в этом раунде успех команду DreamEaters точно не ждет. Играет Форестер, но раунд заканчивается в пользу Саймона. Святым долго так прятался наверх-вниз, но его четко контролировали ребята. И даже ему не удалось там подрезать двух соперников и еще спасти раунд на бомбе. Ну и вот 16 раунд, друзья. Поздравляем Саймона с 16 раундом. Справились. Справились, ребят, но придется немножечко поработать. Ну что, уже выигрывали допу Саймон. Это был Даст 2, это была даже не одна серия дополнительных раундов. Там действительно все было очень круто. 3-0 на 3-0. Причем, да, там было 3-0 от DreamEaters на первой серии допов. И Саймона это отыграли. Это просто же, это просто невероятно. Серия матчей допов и камбэков от Саймон Гейминг к DreamEaters. Но есть ли чем ответить, ребят? Пора собраться еще разочек. Опа! Ранбуст. Минус свят. Как же его только что жестко убрали. Зелень. Опять спидака дергают. Но на этот раз они вместе скинки. Тоненькая. Ох, Нилан пропечатал. Вообще просто серия. И нельзя сейчас снайперу здесь оставаться. Ну, пытался уйти к тиммейтам на плент, но Молотов не позволил. Просто два раунда подряд зелень душит. Нилан вытворяет страшные вещи. Как же собрался? Просто вообще, что за вертуха? Нилан-то остановись ты вообще, что он делает? И сейчас Играда еще мог убить, но... Да ладно. Уже как там Салар горит. Два раунда до победы Саймон уже. Два раунда остается ребятам выиграть. И они в финале будут играть. И завтра биться с фарзами за слот уже, за первый. Который будет разыгран в СНГ миноре. Второй чуть-чуть попозже. Всего лишь один матч будет в воскресенье. Финал лузеров, в котором мы и поймем, кто забирает второй слот, а кто играет play-in. Кстати, Игорь, напомни нам даты. Хотя, сейчас все это сам сделаю. Ну что ж, Кинки в верхнизе слышит сейчас всю эту дискотеку в доме. Там очень много игроков сейчас проходит на верхние котлы. И... Ну, блин, вот в такую, конечно, ситуацию попали Дримитрос неприятную. Если они ни одного не забирают, придется брать три за атаку. А мы видели, что у их атаки есть проблемы. Дима шикарный, хэдшот оформляет Форестер. Молотов верхний. И идет раскидка от Саймон Баззбе. Но это будет уже выход. И встречаться он будет, по-моему, едва ли не всей командой Дримитрос. Есть поджимающие со спины. Вот дымовую завесу сейчас простреливают. Простреливают верхний. Думают, что Форестер там остался. Но ключевой эпизод будет прямо сейчас. А, ну, в принципе, у нас все продолжается. 29-го play-in стартует. Там уже North, там уже Ince. И там еще две команды. Одна из СНГ, одна из Азии. Так, ну очень много флешек. Слышим мы инфу. Только я не понимаю, чью вроде бы как. Слышим инфу. Большей части команды Саймон, по крайней мере, этот раунд в топ-серверы. Выделяют нам именно этот коллектив. Да, Илану досталось там. Слушай, ну в меньшинстве второй волной. Окей, не вопрос. Есть приемка. Не хватает Форестера. Его тоже проходит. Кеос. Кеос просто... Кеос просто выключает всю защиту Дримитрос. И если бы они не уходили на А, они могли бы сейчас претендовать на этот единственный раунд за защиту. Еще раунд! Еще раунд! Ох, там что-то уже на казахском залетает, я слышу. Еще раунд, спасибо. Еще раунд. Нам надо обязательно... Нам надо обязательно было звать Адреном на этот матч. Кеос устроил хаос. Он бы переводил. Ну тут Дримитрос ошиблись. Они уже подумали, что это точно отход. То, что парни вряд ли в меньшинстве попробуют туда вылезти. Но, действительно, Саймон здесь перехитрили. Ну и смена сторон. Теперь три в атаке. Ждут Дримитрос. Одна ошибка. Поражение в матче. Три матч-поинта у Саймона. Четыре было у Дримитроса. Друзья, это просто сказка, а не полуфинал для зрителя. Другими словами, просто одна ошибка, привет Team Spirit. И непонятно, что будет там. Это только завтра мы узнаем. Ну а пока самый, наверное, зловещий эпизод. Раунд в атаке. Выход на Олаф четверкой. Четверкой в обороне Нав. Пытаются встретить эту атаку парни Саймон. И вот хорошая флешка. Позволяет немножечко это преимущество подспавить. За красным остается Торик. Справляется с кинки. Много еще. Пару фрагов в исполнении Торика. Еще одного забирает и вравнивает. Ну почти вравнивает ситуацию. Смотрим на Рамзика. Здесь дым. В коннекторе. Работает Перфекта. Да, ну Перфекта здесь ничего не сделать, пока Рамзик не даст фраг или как-то не привлечет к себе внимание. Тут и занимаются, в общем-то, Рамзиком сейчас на зелени. Кстати, вот его слышали. Все слышали. Слышали его зум. Не должен сейчас Свят сюда выходить, конечно. Закрывает Рамзика. Ну и все, падает дым. Ну на сейф надо, на сейф. С Саймоном. Им нельзя сейчас совершать тех ошибок, которые были у Dream Eaters. На Дасте. Да, нельзя отдавать сейчас все девайсы. Всегда думай про третий раунд, да. Ты можешь и следующий проиграть. В третьем что-то должно оставаться. Ну Перфекта пошел тащить. Он какой-то, я не знаю, раздражитель. Раздражитель судьбы. Зачем же? Зачем же? Все было нормально. Шло в сейвить, да. Теперь еще и Рамзик засейвится. Да, и Рамзика также загнали. Ну что, ответка? Это ответка. Денег сколько там осталось? Сколько там осталось денег? Там еще на один бай сочный. Ну а дальше ты уже понимаешь. Скаут, Фамос, фармилка, пистолет. ВП, 4Мки. Три вторых армора. Два без каски. Диффузы есть, гранаты есть. Ну как бы все, что закончить раунд, есть сейчас в руках команды Саймон Гейминг. Нужно еще один шикарный раунд выдать Дримитерс. Ну в последнем будет попроще, но тоже не стоит быть расслабляться. Ладно, об этом даже нет смысла говорить. Сейчас он может завершиться для Саймон Гейминг. Пять фрагов и вы играете дальше. Ну Дримитерс тоже играют. Но играют в лузерах из команды Спирит. А не в финале Винеров против Форс. Ну что ж, начинается вновь все с массовой зелени такой. На этот раз очень не вновь, а на этот раз решили не играться с фаст-выходами из сотки. Ну и здесь как раз вот Рамзик. Очень важный момент для этого игрока. Крайне опасный снайпер. Ну интересный дым. Но Рамзик прямо в него сейчас будет. Ооо! Рамзик! Ну это просто легко для Рамзика. Его еще и отпускают. Нет, ты там не видишь. Ты не видишь, он в такой позиции. Там угол обзора, что ты не видишь, как он уходит. Я если честно, думал, будет сюда лететь сейчас какой-нибудь второй молик. Возможно. Ломатор и Рамзик уже никуда не уходят. Возможно, да, но Рамзик просто прыгнул в дым. И дым, на самом деле, игроков атаки его спас. И позволил сделать минус. Он на шифте чуть-чуть так влился. Так что он сам видел, когда гранаты летит. Так что сейчас, конечно, DreamEater сами сдали чуть назад. Четыре фрага до победы. Четыре. Тут уже Саймон чувствует кровь врага после entry kill. 35 секунд остается до конца этого раунда. Уже 30. Зелень. Кто контролит? Неужели никто не смотрит зелень? Там идет Свят. Ну и принято решение сыграть выпад в сотку. На апдаун, сотка и зелень. Выход. Келос плюс Торик. Ну это опасная связка. Торик тушит. Играет сикса. Цель халпазба не пришла. Тут есть шанс еще перевернуть у DreamEaters. Но если Келоса не убивают, то это вообще печальный эпизод. Торик! Келоса сбрили. Спидак. Там 2,5 хп. Рамзик ныряет в дым. С ВП и забирает. Это 19-16. Это победа Саймон, друзья. Хорош. Это лучший матч за все предыдущие дни СНГ Минора. Мы получили, ну, просто дозу, я не знаю, дозу эмоций. Поздравляем команду Саймон. Ну и DreamEaters на самом деле, вот они, ну, им просто не повезло на Дасте 2. Они могли так же сейчас радоваться и уже отдыхать. Но будут выяснять свои отношения с Team Spirit. DreamEaters. Молодцы, собрались. Обнимались. Обнялись. Ну и вот оно, рукопожатие. Никто никому ничего не кричит. Так, что там зонер? Все нормально с зонером, смотри. Да, что тут говорить. Вообще, молодцы, молодец зонер, что собрал команду. Обнял ребят. Да ну, что делать? Что грустить-то? Ну, знают друг друга парни, да. Ну, вот такое вот оно, да. Завершение сегодняшнего игрового дня. Действительно мощно получилось. Мы сейчас будем, конечно же, с нетерпением ожидать интервью, как и наша аналитика. Ну, а вам, уважаемые зрители, мы с вами на сегодня вместе с Таффой попрощаемся. Играйте в Counter-Strike. Это самое главное. И не забудьте завтра в 5 вечера прийти сюда. Лучше прямо с утра и посмотрите еще Азию с нашими коллегами. Да? Как-то так. Ну, у нас вообще, опять же, не забывайте, что завершается воскресенье, там, последний матч. Это Азия, это СНГ. И с понедельника вновь здравствуйте, получается. Продолжается play-in. Спасибо большое, как всегда. Поздравляю, Нилан. Это было тяжелое серийное, но вы успеваете победу. И теперь вы в победительской финале, для первого раза в первую очередь, в минер. Как это было? Это было очень хорошо. Я не знаю, как... Мы готовились для топ-3, но, я не знаю, это было... Это было очень странно, я не знаю, нет слов о том. Это было очень тяжело. Я не знаю, я чувствую себя хорошо. Это было очень, очень тяжелое серийное. В fact, вы были на куске, на втором матче, как вы были на втором матче. Как вы могли бы обратиться на СССР, особенно СССР? СССР, это было очень тяжелое слое. Да, я не знаю. Это было очень разное, очень разное, и мы просто вернули на это, и мы просто вернули на это, и все. Все на нашей команде вернули на это, и это произошло. И все равно, когда вы играли на тренинг, это всегда очень близко, и все же происходит в этом году. В факт, это все же происходит в overtimeе. Я не знаю, в тренинге мы были более счастливы, чем они. Потому что мы были 2 очень хорошие клетки, и это было 1 против 2. Рамзик took 14-14. О, боже, я так кричал. Это все. Мы были счастливы, и мы победили. Это все. Это было очень много скромного. И сегодня будет еще один интересный матч, потому что это будет 4-4, и это будет рематч. Есть что-то, что вы взяли от них, что может помочь вам? Да, конечно. Когда мы играли на тренинге на тренинге, мы сделали несколько ошибок. Мы просто потеряли 2-4 против них, и мы потеряли 1 против 5. И это будет рематч, я думаю. Хорошо, мы посмотрим, что это действительно случилось. Но благодарю вас. И, опять же, это будет Симон Гейминг, так как на Симон Гейминге. Партнер, это будет 3-19. Возвозь союз. Эмортической. Высвозь. Симон Геймингhouse. Возвозь, я думаю, у меня впереди. Всем пока не могу. Продолжение следует... обе 20-18.